Керченцы поражены ценами на поезд до Севастополя. Проезд в купе будет стоить 1522 рубля. В Симферополь 1315 рублей. До Джанкоя 1153. Люди считают, что цены на железнодорожные перевозки не выдержат конкуренции с автобусными, которые вдвое дешевле. Отдельные жители согласны воспользоваться поездом, но если такая поездка будет с повышенным комфортом. Это в одну сторону, да, тысяча? Я думаю, это, наверное, дороговато для людей. Тем более в Симферополе обычно ездят туда и обратно. Ну, то есть не на несколько дней. Там потратить 2600 просто на дорогу, я думаю, это, наверное, все-таки завышенная немножко цена. В постели должна быть какой-то, может быть, перекус, там ужин поздний, ранний завтрак, не знаю. Сложно сказать. Но мне кажется, цена, конечно, завышена, зная условия нашей железной дороги. Ну, немножко дороговато, конечно, но не знаю. На сравнении автобуса около 300 рублей. Дороговато, конечно, наверное, нет. На автобусе, в общем-то, быстрее. Я считаю, можно доплатить, переплатить, потому что, допустим, на автобусе очень тяжело, жарко. Если условия хорошие, можно и переплатить, мне кажется. Да нет, мне кажется, много. В смысле автобуса мы быстрее получатся. Много, конечно. Дороговато. Ну, я думаю, рублей 500-600. Ну, может, чуть-чуть дороже, чем автобус, люди бы ездили. А так практически в два раза дороже. Это, я считаю, нереальная цена. Ну, кому надо, те поедут и найдут деньги. Тем более ездит автобусом и ездит поездом. Есть разница, наверное, в комфорте и всем прочем. Это нормальная цена. Я думаю, что, нет, дороговато будет. Ну, чтобы снизили, там и рублей до 400. Ну, это ж много будет. Ближе, как в цене автобуса. Да. На автобусе реально будет и быстрее доехать, чем на поезде, из-за такого цены. Считалось всегда, что железнодорожный транспорт самый дешевый. Ну, как бы, вот такая практика, по крайней мере, раньше была. Поэтому это, конечно, ненормальная цена совершенно. Даже для вагона СВ 700 рублей. Это, я понимаю, что от Керчи до Симферополя это всю ночь ехать, опять же. Ну, да. Ну, я не вижу в этом смысла.